А где в этом мире можно найти правильные знания относительно того, как правильно жить, где найти правила игры под названием жизнь на земле? На самом деле ты окружен огромным количеством подсказок. Можно сравнить с тем, как ты выходишь в город и огромные баннеры вокруг тебя говорят, чем тебе заниматься постоянно и куда смотреть. Вопрос в том, что ты не умеешь поднимать голову вверх, ты не умеешь читать эти баннеры, ты не умеешь видеть вот этот пласт информации. Любые культовые фильмы, культовые книги, там, как правило, есть зерна информационные. Потому что фильм не будет никогда культовым, если он не цепляет человеческое бессознательное, как минимум одного или другого вида людей. Что наверху, то внизу. Посмотри на процессы, которые идут выше тебя. Посмотри, какие процессы идут на политической арене. Посмотри на процессы, происходящие в микромире. На процессы в макромире. Все об одном и том же. Все там кричит о том, как тебе нужно саморазвиваться. Познавая мир вокруг, ты познаешь себя. Познавая себя, ты познаешь мир вокруг. Подожди, вот это все более-менее понятно, кроме политики. Как можно в политике увидеть что-то относительно моего саморазвития? Представь, что ты изменился масштабом. Представь, что у тебя не твое физическое тело, а тело, например, твоей страны. И люди, которые живут в определенной стране, они получают определенный опыт. Они не случайно родились именно в этой стране. Но для того, чтобы начать это видеть, нужно знать, куда смотреть. Нужно, чтобы появился тот, кто может смотреть. Люди, живущие без царя в голове. То есть у тех, у кого в сознании правит демократия. То есть сотни я, которые на короткий промежуток времени приходят к власти и управляют твоими хотелками и желаниями. Нарабатывают в себе различные ложные личности. То есть личность или личина – это группа «я», собранных в некий конгломерат. То, что в современной психологии называется комплексом. Можно сказать, что эго-комплекс распадается на множество личин, которые, в свою очередь, состоят из множества «я» или различных хотелок или представлений о мире. Если человек не осознает вот эти личности, то вот эти личности, они растут сами по себе. И человек не может ими управлять. У него нет власти над ними. И когда эти личности разрастаются до такой степени, что они перехватывают власть без контроля со стороны какой-то одной группы, – вот это и есть безумие. Тот диалог, который мы сейчас с тобой ведем, он уже говорит о том, что твоя личность держит власть тем или иным способом. Это не абсолютная власть. Ты далеко не император или не хозяин. Но ты, можно сказать, заместитель управляющего. Ты тот, кто готовит страну к приходу хозяина. Так сказать, исполняющий обязанности президента. В этом смысле очень интересно наблюдать за текущим правителем вашим, за Путиным Владимиром Владимировичем, который пришел к власти как управляющий, как исполняющий обязанности президента, но остался у этой власти надолго. Причем были периоды, когда он эту власть отпускал, и приходила какая-то другая личность, так или иначе под контролем его, но не полным. И вот на этот период неосознанности страна сильно проседала в обретении свободы от англосакского иго. Если ты начнешь изучать текущую политическую ситуацию, скажем, за последние 30 лет, то ты очень много поймешь относительно духовного и психического развития самого себя. Также нужно понять, что это всегда заканчивается войной. Ложная личность никогда по-хорошему не отдаст власть. Но нужно вначале обрести силу, прежде чем бросать ей вызов. Для своих клеток, для своей психики ты Бог или Аллах. И приход к власти тебя как Аллаха невозможен без войны. То есть без священного джихада. Что есть война против неверных Аллаху. Здесь это можно рассматривать как борьбу против твоих внутренних ложных личностей. Я не совсем понимаю, как понять, где ложная личность, а где неложная, где настоящая. Вначале человеку следует рассматривать всего себя как ложную личность. То есть это страна, в которой абсолютный бардак и в которой человек уже начинает распадаться на части. Он начинает болеть, у него начинают отказывать руки, ноги. Это очень похоже на состояние перестройки. На страну, которую Путин взял в свое управление. Где часть территории уже развалилась. Уже Сибирь хотела отделяться. Башкирия переименовалась Башкортостан. В Казани шли волнения. По сути это страна уже, которая была разделена на части. И большинство людей, которые набирают какую-то осознанность к возрасту где-то 40 лет, то что в психологии называется кризис среднего возраста, переживают именно такой же этап. Нужно рассматривать себя как полностью ложная личность. И есть некий маленький лучик осознанности, некий твой внутренний Путин, который показывает тебе путь. Путь гармоничного духовного развития. Также нужно понимать, что далеко не все люди способны этот путь увидеть. Так же как и далеко не все люди понимают, ну вообще что сделал Путин для страны и делает. Но тот, кто понимает, начинает видеть маленькие вот эти вспышки осознанности, которые у тебя происходили за счет твоих многолетних практик остановки внутреннего диалога и попыток вспомнить себя настоящего. Эти практики как раз и приводят к формированию исполняющего обязанности президента. Когда ты взял вначале власть в свои руки, ты не можешь сопротивляться тысяче твоим желаниям, которые растаскивают твое внимание в разные стороны. Эти желания аналогичны в стране множеству ворующих чиновников и олигархов, которые гребут ресурсы страны под себя. Вначале тебе нужно их просто увидеть, вначале нужно за ними наблюдать. Потом потихонечку начать на них влиять, заставить их платить тебе налоги, заставить их тебе как-то подчиняться. После того, как ты это сделал, тебе нужно разделить их на тех, кто за тебя, тех, кто нейтрален к тебе и на тех, кто против тебя. Нейтральных мы пока оставляем в покое, а те, кто против тебя, они подлежат уничтожению. Очень сложно проделывать вот эту внутреннюю работу в одиночестве. Тебе нужна группа единомышленников. Именно их ты нашел в твоем психологическом клубе. В одиночку человек практически обречен на неудачу. Особенно если он начнет делиться этой внутренней работой с окружающими, которые чаще всего становятся той силой, которая мешает работать. Только когда ты обретешь вот этого внутреннего хозяина, который полностью или хотя бы в большей части контролирует ресурсы имени тебя, у тебя есть возможность убежать из рабства. Это можно сравнить с уходом из-под англосакского ига, либо аллегория побега из тюрьмы. Практически невозможно убежать из тюрьмы в одиночку. Нужны единомышленники. Также нужны люди, которые уже убежали из тюрьмы и которые дают тебе знания для этого побега. Те, кто ждут тебя за забором. Те, которые дают тебе информацию о том, что происходит на свободе и как туда проникнуть и самое главное когда. Поэтому нужна школа. Нужна некая группа единомышленников. Также нужно понимать, что побег для всех заключенных невозможен. В этом смысле у тебя в сознании я нашел интересный сериал «Побег», где как раз показано, как заключенные готовят вот этот побег со всеми сложностями. Там прекрасно показано, что те люди, которые были взяты для побега в работу, они как бы каждый со своей гнильцой. У каждого свои недостатки, но также там и в каждом последнем подонке есть что-то человеческое. Так вот, всегда нужно помнить, что те люди, которые хотят бежать с тобой, они чаще всего далеки от идеала. Но это не повод им отказывать. Самое главное, хотят они бежать с тобой или нет. Бежать одному невозможно. Кто-то должен рыть тоннель в то время, когда другие отвлекают охранников или делают какую-то другую работу. Отвлечение охранников – это аллегория для невхождения в конфликт с твоими ложными личностями на начальном этапе. Когда ты просто наблюдаешь, как ты механически изо дня в день повторяешь одни и те же события. Ты смотришь, как твои вот эти внутренние часовые просто отрабатывают определенный распорядок дня. Как, где и когда ты засыпаешь. Где у тебя появляется возможность для работы. Где ее абсолютно нет. И так далее. Но самое первое, с чего ты должен начать, это понять, что нет никакого «я», под которым бы ты понимал себя как нечто единое. Внутри ты разделен. И то, что на момент сейчас внутри тебя как-то осознанно разговаривают две части, говорит как раз о твоем выздоровлении. При том, что одна из твоих частей всегда может остановить вторую часть. Именно для этого была использована сеть. И далее я тебе сам предложил наручники. Все определяет лишь контроль. Можешь ты контролировать внутренние субличности, внутренние «я», или они контролируют весь процесс и перехватывают власть сами как попало. Когда в твоем сознании правит вот эта вот демократия, ты можешь посмотреть на примере сегодняшней Украины. Когда один из безумцев по фамилии Зеленский пришел к власти и ведомый ложными силами, он просто уничтожает свою страну. Так вот, внутри тебя не должно быть никакой демократии. Внутри тебя должна быть монархия. У тебя должен появиться царь в голове. Страны с демократией – это страны без царя в голове.